ПЕСНЯ 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 Вы знаете, постреливают автоматы, постреливают, слышим, что есть. А вот такого, честно сказать, сколько? Это дня четыре назад назад над нами пролетали. И вот у нас на той стороне одно здание. Где-то попало, разлетелись лампы. То есть по зданию вот так вот разброс всего. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это мой брат, мы с ним двойнята, у него семьи нет, а мы на разных фамилиях, они кричат, что ты всех пособирала, ну куди я, родного брата Дину, ну куди. Как тебя зовут, Дима? Ты привык уже здесь жить? Да страшно. А тебе не страшно, когда бомбят? Страшно? Дома страшно. Дома страшно, да. А тут? А тут? Страшно, ну если я. Ну тут же мы не чуем, да? Ну все равно страшно, но когда я в этом не мог. Четыре раза разбивали стекла, вставлять больше нечем, все. Балкон разбитый, холодильник разбитый, квартира холоднее, чем на улице. Поэтому нам приходится жить в подвале. А как вам вода, продукты, как вы? Да. Ну я отношусь к той категории, которая ничего не получает. То есть мне 50 лет, я ни в какие категории не заберу. Муж работает в Маринке, в коммунхозе электриком. Восплата не выплачивается. Сегодня пошел на водокачку, там поломалась, там затопила ее. Денег нету. Последний раз получил 300 гривен 15 января. Вот как мы живем, никак не живем. Ну мы хотели сказать, что мы все то, что мы делаем, делаем во имя Иисуса Христа. Мы верующие. Хотелось, чтобы вы также обратились к Богу. Потому что только Господь может дать человеку действительно мир, покой в сердце. И без Бога сложно очень нам прожить, потому что Он нас создал для того, чтобы мы имели общение с Ним. Поэтому пусть вас Господь благословит и помните, что делаем во имя Иисуса Христа. Спасибо большое. Два раза мне окна выливали. Ковер он пробил, вот это висел ковер. Пуля, наверное, там я так и не вытаскивала. Ковер одела и ладно. Он висел вот так, это я одела, а я не знаю. Да она, может, прошла к соседям. С ней воды нету и газа нету. Но газ, конечно, не будет, потому что стреляют. Тут дураку ясно. Стреляют, какой-то может газ. Куда возвращаться, думаю. Вы видите на третьем этаже, что творится, крыша валяется. Поубивали хозяина, никто ничего не выплачивает. Без работы остались. Квартиру снимаем, на бабушку пенсию живет. Квартиру снимаем, на бабушку пенсию живет. Хотя бы по бронхитам. Потому что мы в подвалах сидим, когда бомбят, и мы простуживаемся. Я простудилась, а мне, например, надо от гриппа. Я пошла 50 гривен сейчас от гриппа. Хотя бы от респиратурного, от кашля. Самые дешевые таблеточки хотя бы привезти от кашля нам. И вот это вот единственное, что еще нужно, поддержка каких-то витаминов. Воду ввозят сами люди, с колодцев. Ну а как качество? Качество воды отвратительное. Отвратительное качество воды. Поэтому, нужд много. Муж болеет, я тоже болею. Ну, сердечное такое, обезболивающее. Вот у меня тут с ногами проблема. Тоже я не могу ничего такого приобрести. Хотя, собственно, есть, но сильно дорого. У нас наша пенсия не позволяет. Что вы нуждаетесь? Каких лекарств? В жилье. В жилье. А что у вас жильем? Сгорели. Полностью сгорели, да? А где вы сейчас тут находитесь? В подвале, да? У вас есть продукты там? Лекарства нуждаетесь, да? Да, потому что я гипертоника. А какие лекарства именно нуждаетесь? Попробуем, посмотрите, если получится, мы на следующем деле привезем. Ну, хорошо, не расстрогайтесь, я сделаю такое дело. Ну, понятно, мы верующие, мы христиане, мы все делаем в Имеищество Христа. Знаете, Господь, только Он может дать нам покой. Только Он. Без Господа мы не сможем, знаете сами, ни власти не помогут, ни люди. Только Господь, молитесь, ищите Бога. Лекарства, да? А какие лекарства? Успокоительная и сердечная. Вы где живете? Сейчас в доме или в подвале? Если бомбят, в подвале или в квартире. А что, нуждаетесь еще вода, возможно? В воде нуждаетесь? В воду на накачке вода нет. А продукты питания вам привозят? Волонтеры, да? Ну как, ситуация в городе вообще плачевная. В основном у всех выбиты окна. Работы нет. Доходов фактически никаких нет. А так, как говорится, нуждаемся только в детской помощи. Сами как-нибудь еще проживем, протянем. А вот ребенок нуждается в памперсы, лекарства. Потому что это сейчас нереально купить цены. Конечно, вешаем. Сегодня 24 февраля, и мы закончили нашу поездку в Маринский район, где мы выдали людям монетарную помощь. Это вещи, продукты. И хотелось бы сказать несколько слов благодарности всем тем, кто участвует в этих проектах. Помогает нам и материально, и продуктами, и вещами. Также хотелось особо отметить, что все те люди, которые находятся в том месте, они очень нуждаются в нашей помощи. Они нуждаются в наших молитвах. Они нуждаются в Евангелии. И мы каждый раз, мы едем, мы пытаемся дать им утешение. Слово наставление и Слово Божие с Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова